В редакцию новостей обратился житель Новосибирска, который уволился из частного охранного предприятия, но расчета не получил. И у бывшего охранника есть серьезное опасение, что денег он так и не увидит. Мои коллеги побывали в офисе фирмы и постарались разобраться в сложившейся ситуации. Приказ Андрей Евгеньевич конкретно сказал. Вы врете? Это я вру? У нас было несколько человек в министерстве. Андрей Вяткин, бывший охранник предприятия Терра. Из организации уволился в конце марта, отработав всего месяц. Они необоснованно оштрафовали. Ну и сами люди говорили, что у них бывало раньше, что они не выплачивали деньги, вытягивали, то есть затягивали деньгами. И те, кто уходит с работы, они вообще могут не заплатить. Весь месяц Андрей работал на одном объекте. Охранял здание областного министерства труда и социального развития. По его расчетам должен был получить около 15 тысяч. Дело в том, что они даже мне договор трудовой не дали. Когда я к ним пришел устраиваться, он как бы доверился, думаю, работать буду, нормально все, заплатят. В оконцовке нет. В организации факт трудовых отношений признают, но утверждают, работают в рамках закона. В период испытания на работника распространяется положение трудового законодательства и нормативных правых актов, содержащиеся нормативы трудового права. Распространяются на вас все такие же нормы трудового права, как на всех. Были и замечания к работе бывшего сотрудника. В его смену разукрасили здание министерства труда. Он никак не отреагировал. Не здание министерства труда. Он ходил кривить мимо всего этого и претензий. Тем не менее, окончательный расчет с бывшим работником готовы произвести на днях. Согласно законодательству предупредил меня за 14 дней. Поэтому 21 числа я вас жду без опозданий. Да, замечания у него по работе были, но к нему не применялись и не применялось. То есть полного объема расчет получится? А как по-другому? Вы вот тоже какие-то вопросы задаете провокационные? Я понимаю, вы журналист. Ответить на все вопросы может только окончательный расчет. И какими будут эти ответы, проследят журналисты ОТС. Тем более, что ждать осталось недолго. Станислав Блинов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Субтитры сделал DimaTorzok